Вы знаете, что это всё выставляется в интернет? Я знаю, что всё выставляется и специально... Вы не протестуете против этого? Не-не-не-не, без... Так, потому что, если протестуете, я просто выключаю и больше не встречаемся. Мы тратим время, разговариваем о хорошем. Люди ждут это. Ваши вопросы могут открыты быть для многих людей. Пожалуйста, говори, Игорь. Так, первое. Вот слово «еретик» меня давно уже волнует. Что это значит? Я понимаю слово «лжеучитель». То есть он учит вроде христианства, но неправильно, да? Специально врет. Я знаю слово «сатанист», которое поклоняется сатане. Но «еретик» я не понимаю вот этого самого значения, что он делает, как он опасен. То есть как понять, что он вот «еретик» именно, а не «лжеучитель» или... Ну, само слово просто мне давно как-то непонятно. А вы его зарядите в «Яндекс» и в «Гугл». Там полное описание дается. Ну, а по вашему мнению... То есть вот я, например, встречаю человека, может... Я не знаю просто. Я не особо доверяю в «Гугл». Верение – это символ веры. Веру и во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли. Видим же все, мы не видим. И считается в церкви. Символ веры. Это признание Троицы. Не признание Троицы – ересь. Это самая большая ересь. Родоначальник этой ереси Арий. Пресвитер был. Арий. Его как раз на Первом Вселенском Соборе в 325 году осудила его церковь, где председателем был Николай Чудотворец Мирликийский. Напротив его. Ересь – это отрицание учения церкви. Всякое противление. Вот, допустим, человек говорит, мы считаем, что надо Ветхозаветнюю субботу отмещать, праздновать, а не Воскресенье. Это ересь. Потому что ересь всегда идет вопреки Священного Писания. Вот есть такие адвентисты седьмого дня. Они еретики. По какой причине? В первую очередь, они одно время не признавали Троицу. Но тут как-то включили в себя. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. И сие три – суть единый Бог. Не три Бога, а один. А как это? Вы же назвали три раза Бог. Да, три, но это единый. Написано, Трое свидетельствует на небе. Об этом ангелесиан говорит. Это тайна, никем никогда не может быть понято. Это нельзя понять. Бог наполняет все собой. Нет места во Вселенной, миллиарды световых лет, и Бог везде и всюду бесконечен. А как это? Тебе никогда не понять этого. Есть такой рассказ. Один святой, назовем его Амброси. Думал об этом. И вот однажды он шел по берегу моря и видит ребенок. Сделал лунку в песке и раковину почерпнет, добежит и вылет в эту. Пока он бегает, а в песок вода ушла и нету. Он постоял и думает, а что же он делает? И говорит, а ты что делаешь? Он говорит, а я хочу море выщерпать в эту лунку. Ну, ладошкой выхлебу. Он говорит, а разве это можно? И он тогда ему ответил, а как ты издумал невместимого Бога, который, ну, ясно делал, бесконечно больше этого моря, в текущий разум, который все забывает, как ты думал вместить и понять-то? Он голод остряхнул, никого рядом нету. Может, это рассказ, может, не было, но смысл понятен. Ересь всегда противодействие Церкви Христовой. А Церковь Христова, она одна, вселенская. Святую Соборную Апостольскую Церковь. И Церковь определяет, что есть ересь, по каким щенам. Это вопрос непростой. Но вот это слово «еретик» сделалось жупелом. Это горящий серый. А ты, еретик, вот у старобрядцев, они к новобрядцам. Ты, еретик, переходи к нам. Это вся проповедь. Хоть как. Ты, еретик, переходи к нам. А спрашивают, в чем еретик? Пальцы не туда прижал. Старобрядцы молятся так. Вот. Два пальца склоняются. Это не небеса, а это земля. Небеса преклонились. Христос сошел. Он есть Бога-человек. А я им доказываю, что православные молятся. Три персии. Это троица. Но в том и другом есть элемент ереси. Я это очень... В течение пяти минут докажу. Что на кресте умирало человечество, а не божество. А это троица божество, а это Бога-человек. На кресте умирал человек. Божество бесстрастно. Оно не может страдать. Вот и все. И спрашивают, а как правильно? Правильно католики. Пять ран у Христа было на кресте по человечеству. И они так и молятся слева направо. Но я не католик, я никогда так не буду молиться. Вот весь ответ. Слово ерес определяет церковь. Церковь. Но под словом ерес иногда кроются какие-то малые заблуждения. И бывает пограничное состояние какое-то. Для этого нужно просто обратиться к тому, чем церковь занималась хотя бы первое, допустим, семь столетий. Вторая ересь была. Во Христе одно естество. Одни говорили, он или Бог, или человек. А церковь исповедует, он Бога-человек. Бога-человек. Вот это появились монофизиты. Мона это один физа, одно естество. А потом появились еретики монофилиты. Во Христе два чувства. Божество и человеческое. Как человек, он страшится идти умирать и молится, да минует меня щашеся я. А как Бог говорит, да будет воля твоя. Это святые отцы так растолковали. И появилась отрасль монофилиты. Монофизиты это гряно-армянская. Хотя они говорят, мы признаем два естества во Христе. Ну поэтому нам не надо наставить. Раз признают, значит никаких еретиков нет. Католиков объявляют еретиками. И налепляют столько на них, что даже произносить не годится. У католиков главное заблуждение признание Папы верховным правителем. Всей вселенной. Папа. То есть у него название там кажется 18 или 19. И викарий, и наместник Бога Христа. И там целая полстраницы занимает. Мы православные, примат, то есть превосходство Папы над другими, не можем признать, что все патриархи должны ему признать. Это самая настоящая ересь. Хотя католики, они не еретики. Но вы же говорите ересь. Ну понимаете, надо понимать. Одно дело учение ересь. Другое дело человек, который знать не слышал и не знает. Еретик не спасается. Вопрос задают иногда. А как вы считаете, вот сектанты где еретики? У них нет рукоположного епископата. Вот это главная ересь. А раз нет епископата, нет священников. Нет священства, нет таинства. А нет таинства, нет спасения. Ну как цепочка такая. Да, потому что главное, что у нас... Вот я разговариваю со священниками и говорю, что у нас самое ценное в православии? Ну, кто что, то мощи, ну что попало? Я говорю, самое ценное это священство. Самое ценное. Эпископат. И толкование святых отцов собора. Все. Вот это самое у нас главное. Остальное второстепенное. Очень часто цитируют, приписывают блаженному Августину, хотя уже Тортеллиан говорил это, в главном единстве, во второстепенном свобода и во всем любовь. Кто это сказал, когда, не так уже выходит и важно. Но главное, надо определить, что такое главное. Главное это символ веры. Главное. Это то, что святые отцы истолковали священное писание. Канон. Вот это главное. А вот что священник на рукавнике будут или не будут у него там... Это... 105-м даже не назовешь. Вот так. Так, Марта, я ко второму вопросу можем, да? Да. Я общался, опять же, с теистом. Ну, он как говорит... Ну, я вроде рассказывал то, что так нейтрал он говорит. То, что я нейтрален. Мы с ним посмотрели одного духовного академика, Осипов Ильич. Он давно уже преподает, все понятно объясняет. И вот мы когда смотрели видео, он сказал, ну, не Ильич, а вот, который мой знакомый, вот этот. То, что Осипов считает христианство выше всех, и это напоминает ему какой-то расизм. А при чем Россия? Я не знаю, я говорю в смысле расизм. Но почему он, типа, именно говорит то, что христиане, ну, типа, там, вы как расисты, типа, вот только христианство, там, лучше, там, заместо остальных религий. Это там говорит, это совершенно не относится к священному писанию и к людям. А почему не Украина, почему не Чечня? Он так сказал. Во христе не иудея, не елена. Мы все во христе, братья и сестры. Все, это выдумка. Ну, понимаю, просто он, знаете, как считает, то, что, типа, надо уважать все религии, типа. Уважать я не могу заблуждение. Допустим, врач знает, как лечить. И он видит шарлатана, который набрал лягушащие лапки, высушил и говорит, а другое одними тараканами сушеными. Ну, еще. Я не могу шарлатана уважать. Я не уважаю, но я к нему отношусь с сожалением. Буду молиться о нем. Вот я знаю, умный очень человек, Невзоров, Александр Глебович, пожалуйста, Стерлигов. Я о нем постоянно молюсь, Герман Львович. Это самый настоящий еретик. Я тот даже не еретик, безбожник Невзоров. Но не мне его судить, мне просто жалко. Хорошие люди. Я молюсь о них каждый день. А они знать про это не знают. А зачем знать-то? Я перед Богом. Россия теряет очень многое, когда сразу объявляет кого-то еретиками и списывает. Просто, знаете, постоянно такие разговоры у нас с знакомыми заходят. То, что, а вдруг там наша селена из разных миров стоит. Ну, такие вот. Выдумывают себе. И много слов. Вот много слов постоянно мне говорят. Я просто не знаю, что ответить им. То есть, ну, одно сказать, что это все ересь. А они начинают эту ересь еще больше фантазировать и мне там еще доказывать. А ты, дружок, послушай, послушай, ты никогда не разговаривай с ними. Писание говорит так. Еретика после первого и второго вразумления отвращается. Ибо они грешат, будучи самоосужденные. То есть, он сам себе приговор вынес и с ними не разговаривает. Отойди. Не мучай себя. Я сразу отойди, прекратив всякую связь, никаких звонков, пометь, кто его сразу хлопнул звонком, и все, его нет. Просто они хорошие люди, но просто когда заходят на встречу о религии, вот так вот они, ну, то меня самого отстраняются как-то вот так. То ли заходит речь и начинает на секунду. У нас есть святые отцы. И мы знаем толкование священного писания, блаженного Фефилакта, Иоанна Златоуста. Это общепринято всеми автокефальными церквами. И притом это принято не только православными, как Златоуста, а это Вселенская Церковь. И католики, и григориарные армяне, копты-сирийцы, все признают. Это вот пять, у которых есть священство, которых я назвал. Поэтому не мучай себя, отойди от них, и все. Но меня вот, даже на моих роликах приходят, и меня там и поносят, и даже мне смешно до того, как будто во мне дело. Я ему привожу окрещение. 136 мест. И то, что я говорю, это правильно. Во-первых, Библия говорит об этом. Каноны говорят, апостольское 50-е правило, там я считаю все. Святые отцы, житя святых, вот по четырем пунктам должен пройти. У него ни одного нету за то, чтобы там капли воды кресить, или слюнями, или песком. Зачем я буду опровергать его безумие? Он избрал этот Путин, идет в свой конец. Я вам один раз сказал, после первого-второго разумления отвратился. А они на этом-то стоят, ни один, ни два человека. Ты себя не мучай даже. Сказал, отойди на тему, скажи, не разговаривай. Вы хороший, ну говорите там о чем? Что надо? Ну, у нас сразу политика, там еще что-то, как дела, там вот так у нас. Ладно, кстати, насчет крещения вопрос. Вот меня крестили, я помню, ну, когда я маленький, только младенец. И вы сказали то, что крещение должно окунаться три раза в воду, да? Да. Но младенцев, они просто вот так вот, ну, как из ведерочка вот так вот поливают их на голову. Это не погружение, это обливание. Ну, да, обливание. То есть это правильно, в принципе? Неправильно, это не открещение. Ты это понял, теперь найди, где будет погружение. Но мера помаза они уже не совершают. Так что у меня на кассете... Я об этом много говорю, так что, ну, вы просто посмотрите на наших роликах у меня на сайте и везде. Самым подробным образом я говорю это о крещении. Надо найти тех, кто покрестит. Нам приезжают не один, не два человека, и священники, архимандриты приезжают. Их крестят, они возвращаются и дальше продолжают служить. Это просто, я маленький был, а вдруг младенца окунуть в воду, он там захлебнется. Нет, нет, нет. Поэтому может... В России, вот, допустим, крестят у всех старообрядцев, а их больше миллиона. Больше миллиона. Их крестят, и никогда ни одного не обливали. Ни одного не было, чтобы они не погрузили. И ни одного, ни один захлебнулся за две тысячи лет. Что вы думаете-то? Ну, просто меня так крестили, значит, неправильно, получается, меня крестили. Это неправильно, это обманщики. Ладно, насчет... Еще один вопросик, это, конечно, немножко политики, то есть... Ну, возможно, другим будет интересно. Что вы думаете насчет Путина? Вот, потому что... Почему я вопрос такой задал? Потому что я слышал то, что один... Как называют-то? Старец, вроде, называют людей таких. Ну, ладно, неважно тогда. Ну, в общем, он сказал то, что... Ну, его спросили, как вы считаете насчет Путина? Тот же ответил то, что... Ну, перед смертью как бы. То, что Путин на себя сейчас большой крест взял на всю Россию, он сейчас тянет. Конечно, у него есть ошибки там и прочее. Он такой же грешный, но он говорит, надо помогать, умолиться с ним вместе, чтобы поддержать. То, что, ну, хороший человек, хорошего бога президента послал нам. А ваше мнение вот насчет Путина? Ну, я знаю, недавно посмотрел ролик, знакомый мне, Душенов, Константин Юрьевич. Он отсидел срок, и он как раз об этом говорит. Какие заговоры на Западе, поставлены любимыми путями, Путина убрать, там, пристрелить, отравить, что угодно. Все это. И это безумные слова. Не нам этим заниматься. Если вы просто рассуждаете по... Просто по уму человеческому, то я не политик. Зачем мне это нужно? Я за него молюсь каждый день. Я молюсь за Порошенко этого на Украине, за Барака Обаму, за Рамзана Кадырова, всех, кого я знаю. Были мы в Белоруссии, за Александра Лукашенко, за своих алтайских. У нас тут Карвин, Александр. Мне поставлена задача. Послание апостола Павла к Тимофею. Пятая глава, первое послание. Молитесь за царей, за начальствующих. Другого мне не дано. Я должен платить налоги. Ну, я сейчас как пенсионер, минимальная пенсия. Хороший он или плохой, не мне. Это решать. Но, по крайней мере, та свобода, которая была, уже ушла. Уже зажимает, зажимает на всех... Везде гайки закручивают, и в интернете, и везде. Но мы не знаем, что без него было бы. Мы знаем, что было при Ленине. Но мы не знаем, что было бы при Троцком. В Троцке лучше. Это может еще крепче было. И поэтому сравнивать можно, когда оба были у власти, где-то вели. Вот так. Я о нем знаю только одно, что он как начальствующий здесь, и мы молимся. И больше мне ничего не надо знать. Остальное выдумка. Сегодня за него, а завтра он отворит такое, как... У меня одна была, ходила на занятия, я в университете преподавал, преподавал. И вот она говорит, а вы идете голосовать за Ельцина первый раз? Я говорю, нет, да какой же вы христианин? Какой, какой. А Ельцин сказал, если я не выполню, что обещаюсь, я или руку, или голову на рельсы положу. Он еще не выполнил. Она потом мне встретилась и говорит, о-о-о. Я готова сама, говорит, голову положить. Что я сделал? Я голосовал за него. Ну ты бы не голосовал, его все равно избрали масоны. Они решили, пенчушку поставили и все. Разворовали Россию. Не нам туда лезть. Если вы туда полезете, вас просто сметут и не разговаривать на эту тему надо. Сказал это старец. А ты его слушал где-то, помолись, может быть действительно так и надо. Когда старцы что-то говорят, и он уходит на суд Божий, может ему было открыто. Мне это не открыто. А мне открыто одно, что он правитель, за него надо молиться. А хорош он или плохой, я даже такой мысли не допускаю. А кто я такой решать? Я про себя знаю, что я грешник и нуждаюсь в Господе, и он меня просил. Так, можно следующий вопрос? Можно ли давать клятву Богу? Нельзя. Клятва запрещена намертво. Это пятая глава Евангелия от Матфея, послание Якова. Не клянись ни небом, ни землею. Намертво еще. А если вот, ну я имею в виду, как клясться, то есть вот я обещаю, то что вот я вот после того-то, я уже перестану вот грешить там, ну более-менее хотя бы. Как-то вот так. Ну она зовется да, да и нет, нет. Да, это значит мертво, да и должен выполнить, слово сдержать. Нет, значит хоть убей, не пойду на эту гулянку, справляют там где-то, тебя может там напоить и ты в разврат падешь и все. Нет, значит нет, не ходи никогда, где выпивают, где наркотики, уезжай в другое место, как угодно, не подходи близко. Вот что, клясться запрещено. Ян Ватаус говорит, церковь не запущу. Ян Ватаус все 12 томов наполнил гневом против клятвы. Клятва присяга. Игнатий, значит, он говорит Богу, Богу. Ну а какая разница, а перед Богом она и есть клятва, это не просто человеку, а клянется человек перед Богом. А Богу не надо клятву никакую, Богу вообще нет такой клятвы. Ну а если вот, например, он поклялся, но вот как вот сейчас узнал то, что нельзя клясться, то может как-то покаяться там или еще что-то. Покаялся. Если тебя Господь побуждает к покаянию, это значит ты не похулил Духа Святого. А если ты будешь на себя рубаху рвать, нет, это правильно, вопреки Евангелия. Это уже намек на то, что может быть похулил Духа Святого и нет раскаяния. Так что будь очень осторожен. Слово клятва, присяга, все исключить из лексикона. Господь говорит, а я говорю вам, не клянитесь вовсе. Ни небом, ни землей, ни головой, ни храмом, ни Богом, ничем. Никак. Ты даже волос не можешь, говорит, сделать другого цвета. Так, хорошо. Последний вопрос, это скорее у меня личный. Ну, не знаю. У меня был разговор с одним христианином, но он себя так называет. То есть я, так как у меня кредиты, у нас дома у всех, я зарабатываю на фотошопе, то есть рисунки там делаю. Ну, если вы заметите, то, что у меня там это нарисовано на аватарке. Так, вот. Я зарабатываю за деньги. Ну, как за деньги? Сто рублей, там это копейки всего лишь. И то, в некотором я вообще бесплатно все делаю. И вот когда вот я сказал, ну, то есть меня один этот христианин попросил, говорит, можешь мне нарисовать там арт, ну, картинку. Я говорю, ну да, вот за сто рублей могу, в принципе, недорого. И он почему-то вот сразу чуть не матом на меня сказал, типа, христианин хэ. Ну, в общем, такими плохими словами. Типа, сто рублей, такой, хотят. Типа, такой, думаю, ну ладно, дешево. Я говорю, а ты что делаешь-то? Ты хоть знаешь, что ты сказал-то? Просто вот я не знаю, вот можно ли вот этим заниматься? То есть хотя бы за меньшую сумму. То есть кому-то там на заказ что-то делать такое. Ну, вот это вот по интернету. Ну, картинку нарисовать, там, видео сделать, что-нибудь такое. Вот у меня друг еще позвонил, говорит, давай-ка мы с тобой, вот, у нас туристы ходят в Коломне, где я живу. И они спрашивают обычно, где там какие-то вот цветы не есть, еще что-то там, интересные места. Вот он мне предложил, то есть снимать про это. То есть выкладывать там на сайт куда-нибудь. Ну, я монтажа хорошо разбираюсь. Выкладывать, просто показывать там. Кто-то, может, оценит или сразу узнает и приедет сюда к нам что-то там туристы. Ну, я не знаю, просто вот этот монтаж, вот этот фотошопинг. Ну, я бы никогда не пошел на это, Игорь. Я просто скажу, даже не только не пошел, а даже не подумал бы об этом. Надо иметь настоящее, ты не калека. Если ты нормально, у тебя руки сгибаются, ты можешь работать. Да получи настоящую специальность. Ну, я бы говорил, самое важное это сельское хозяйство-то. Да я знаю, но это как хобби просто. Пойди на стройку где-то свободную. Да ну, еще хобби. Хобби это тебе, если есть свободное время, пойди кому-то помочь. Больных узнай где-то. Что-то изучай новый язык. Там это какая-то работа. Картинка, тебя видишь уже, я бы даже полуголодно не пошел. Пошел на вокзал, кому-то чемоданы поднести, где-то с крыши снег скинуть, дрова распилить. У меня руки-ноги есть, что я буду сидеть-то? Да даже смешно это. Другое дело, когда человек, ну, уже рисунки какие-то, там действительно что-то, гравюры какие-то. Вот я старался все делать, не делать, а искать бесплатно. Бесплатно. И Господь на это как-то идет. Я всю жизнь занимаюсь голубями. Ни одного голубя не продал. И ни одного не купил. И у меня все время голуби. Вот сейчас он, они спать уже легли у меня в комнате. У них малыши будут, она сидит, парит уже голубка. Ну, ладно, так уж поднимать неохота. Вот. Ну, я поставил себе так. И так как-то Бог это все делает. Я вот поставил себе задачу, чтобы у меня квартиры не было. А если квартира будет, я для себя решил. Я не говорил, не клялся. То я люблю, вот комната у меня разбита на этажи, как плацкарты. Три. Вот. Буду пускать людей, и ни с одного рубля, чтобы не взять. И за всю жизнь я не взял ни с одного квартиранта. Потому что Бог дал мне, и я считаю это не своим. Не своим. У меня ничего нету. Совершенно ничего нету. Я просил немножко что-то, и Бог дал мне 226 квадратных метров. 226 это уже что-то. Это два здания. В одном мы молимся, приезжают, ночуют. Я просто опыт передаю вам. Вы мысленно, когда что-то ищете, не думайте об этом. У меня знакомая одна говорит. Вот мы квартирой мучаемся, так охота квартиру получить. Я говорю, ну если получите, то вы будете пускать на квартиру, кто нуждается бесплатно? Да нам же самим одним охота пожить. Я говорю, ничего ты не получишь. И правда у них так ничего не получилось. Ты заранее Богу как бы мысленно хотя бы скажи, Господи, я хочу для тебя послужить. Накормили кого-то, накормили меня, он говорит. Посетили, но если пустили, я ради Христа пустил. Выходит, я Христа пустил? Ведь надо вот это маленько знать. У тебя есть деньги. Деньги есть. Ну куда ни в банк же нести-то. Никаких кредитов нигде не брать никогда. Это под... А нам пришлось из-за отца. Это ты будешь вместо 100 рублей 200 заплатишь. У нас в устав написано, не брать никогда. Это люди, которые, ну, процентщики. Они берут процент. Зачем же тебе это надо? Не надо... Нам пришлось, я же говорю, из-за отца. Потому что он потребовал 400 тысяч. С нас, с детей, с матери. А у нас денег нет, нам пришлось взять. Ну, я вашу обстановку не знаю. Я говорю, что не надо никогда брать. Ты делаешь, что я работаю, а я подался. Платить будешь больше. Но пришлось просто. Я составлял устав для деревни, и мы внесли никогда не брать кредиты. И мы так и поднялись, и деревня, и технику, все купили. Но нигде ни разу ни одного рубля не переплатили. Другие хватанут ипотека. А может, не могут заплатить? А если не могут, значит, у него этот дом, который квартиру, даже изымает, и все. Погашение. Да тебе зачем это нужно-то? Монет не нужен. Нельзя этого. Ну, я просто не вам, как бы, о другим говорю. Хорошая должна быть работа, хорошо зарабатывать, и по одежке протягивай ножки. Нету, значит, обойдемся. Обойдемся. Старое не носить, нового не видать. Поговорка есть такая. В Библии написано, кто ни во что ставит малое, мало по малу обеднеет. Малое. Ну, еще есть жить экономное. Самое экономное питание должно быть. У меня две лампочки. Одна для гостей, это большая. Я ее не включаю. Или когда запись идет. Даже на этом стараюсь сэкономить. Вода. Что там есть? Дрова. Я на всем, на всем экономлю. Листик какой есть. Я его со всех сторон пока не запишу. Обрезок карандаша вот такой вот маленький. Я его буду писать пока вот. Так это копейка. Ну, что, что копейка? Я просто говорю. Вот царь Николай, он богатый был. Хозяин всей страны российской. А у сынишки у него маленькими карандашиками дописывал. Он умел экономить. Не надо так показывать себя богатым, а на самом деле ничего не иметь. Накопил маленько где-то, отдай милостыню. Найди нуждающихся. Купи необходимое. Все. Ну ладно, у меня нет больше вопросов. Закончились. Будь очень аккуратен с товарищами, особенно ваш возраст. Не бойся потерять. Написано так. Если соблазняет тебя глаз, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом остаться. Соблазняет рука. Отсеки ее. Отсеки. Лучше ногу отсеки. А что это означает? Не топором врубить. Это товарищи, друзья, близкие, которые тебя тянут. Которые для тебя как правая рука, как глаз. И ты не бойся с ними расстаться. Ты им расскажи. Христос умер за нас. Христос придет судить этот мир. Он дал Духа Святого, чтобы нас привести в чувство раскаяния. Покайся. Веруй в Евангелие. Иди в Храм Божий. Будь серьезным. Не иди на поводу ни у кого. За свидетельство вы сразу отойди, если не принимают. А сам узнай его имя, да и молись за него. И Господь тебя благословит. Ну все. С Богом. Ну все. До свидания. До свидания. Во слава Богу. Я никак не ожидал. Он будет пораньше пришел. Вопросы у него есть? Да ему будут расстаться. И неплохие вопросы. Слава Христу. Вот так.